Ну что, друзья, в принципе, у нас на повестке последний матч данного Best of 3. Команда Vega Squadron играет против коллектива CEDEC. Второе место Европы против второго места китайских квалификаций. Ну, по идее, Vega не слабеет точно. Команда CEDEC во втором матче, они это прекрасно продемонстрировали. Касательно первого матча были траблы, но опять же Vega во многом отдались. Команде CEDEC могли бы и вытащить. Тут дело такое, в принципе, команда Vega не додавила, за что и поплатилась. В первой игре, а во второй игре смогла, в принципе, достаточно адекватно все организовать. Тем самым выиграли матч, причем безапелляционно в принципе. Ну и по пику давайте переключаться на матч. Собственно, там разберемся, что у нас да как. Ну что, переключаемся непосредственно к матчу. Еще раз напомню, это студия игрокам ТВ, у микрофона друг, при поддержке Team Empire. И мы транслируем матч, в принципе, решающий в данном противостоянии. Команда Vega Squadron против CEDEC. Увидеться сможет только в финале лузеров, если тут, если выпадет кто-нибудь попозже, например, Vega или, например, CEDEC с финала венеров туда. Так, в общем-то, встреч быть не должно. Но я за то, чтобы Vega выиграла эту игру и выиграла следующую. А там думать нечего, иди в основную стадию и там разбирайся, в принципе, со всем. Команда Vega Squadron на данный момент забрала себе Винтерн Виверн. Прям-таки имбовостью решила задавить своих оппонентов. Также забрала себе Пээла. Тоже имба при имба. Ну и Queen of Pain тоже, в принципе, имба. Для ранних стадий, для средних стадий, для лейты. Queen of Pain полезна во всех своих проявлениях. В принципе, герой, который раскрывается к середине игры и давит, 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 давит. А команда CEDEC забрала себе Туска, забрала себе Лину и Эмбер Спирита. Продолжение следует... Шейкер для Vega Squadron. Ого-го! Шейкер, я так понимаю, может и на сложную отправиться. Прям-таки по формату Йоко. Из Эмпайр, почему бы и нет. Тоже может быть Винтерн Виверн, Queen of Pain, Phantom Lancer, Шейкер. При наличии Пэйла отдавать Шейкера соперникам глупо. Не забрать его себе тоже, в принципе, не очень разумно. Так что команда Vega Squadron тут вариант неплохой выбрала. Туск, Лина, Эмбер Спирит. И Рубик от команды CEDEC Gaming. Рубик для... да для кого угодно. Для Виверны, для Шейкера. Тут есть что украсть. Та же Квапа с Соник Вейвом. Очень полезно будет для Рубика. И Эмбер Спирит от команды CEDEC. Кстати, давненько я его не видел до данного Инта, до основной части его. Не так-то часто у нас Эмбер Спирит вообще появлялся в пиках. Лина тоже отходит на второй план, а вот Туск очень частый герой. Прям-таки по данному пику еще и в связке с Эмбер Спиритом. Приехали, привязали. По-моему, очень даже классно все смотрится. Ну и последний бан от команды Vega Squadron. Сэф отлетает у нас в баню. И еще один бан от китайского коллектива от CEDEC Gaming. Дизраптор отправляется у нас в баню. Все, будем без него. Ну и тоже неплохо. В принципе, Дизраптор не факт, что зашел бы по данному пику. Хотя, в принципе, тоже неплохой. Совершенно неплохой. Павел у нас в роли Керри. Квапа у нас, скорее всего, на мидлейн от Нумана. Хотя и на сложной. От мага залетала классно квапа. Не классно, а прям офигенно она залетала в прошлой игре. В таком случае, надо тогда еще одного героя пикнуть на мидлейн. Сейчас узнаем, темпларка у нас в бане или нет. Может, опять та же самая схема. Просто темплар сюда добираем, да и... Че париться, в принципе? Леон для Вега-Сквадрон. Ну, укомплектованный достаточно плотно. В принципе, укомплектованный приличненько так, собственно. И поймать есть кому, и зафиксировать есть кому, да и надамажить тоже есть кому. В принципе, ситуация для команды Вега-Сквадрон, ну, ситуативная, по большому счету, касательно саппортов. То есть поймать всех как-то фиссуркой, подзакрыть где-то, где-то ультануть удачно. Тут надо уже руками работать. Фантом-Ланцер попроще в этом вопросе, плюс Фантом-Ланцер не так просто будет развалить. Благодаря Винтерн-Виверн, две жизни у Фантом-Ланцера, это слишком много, чтобы соперники вывезли. В итоге Вега-Сквадрон забирает себе Леона, Шейкера, Фантом-Ланцера, Квин оф Пейн и Винтерн-Виверн, тоже для коллектива Вега-Сквадрон. ЦД Гейминг, забрали себе Лину, Лина для Шики отправится на Мид-Лейн, Эмбер Спирит будет у нас фармить, как я понимаю. Туск то ли на сложную, то ли визач на сложную. Рубика вряд ли отправят соло, это прям вообще было бы слишком... Думаю, скорее всего Туск отправится у нас на сложную линию. Да, Экзет забирает себе данного героя, Рубик от Гардера будет. Ну и фармить придется Эмбер Спириту, Кью на визаже будет у нас саппортить. Все, пожелаем удачи командам. Все, в принципе, должно, по идее, сложиться очень даже неплохо для команды Вега-Сквадрон. По такому пику проблем быть, в принципе, не должно, как мне кажется. Главное, не наплужить. Все, ничего больше особенного от команды Вега-Сквадрон не требуется. Просто не тупить, не сливаться. Ну, это от всех СНГ коллективов требуется всегда. Ну, тут как пойдет уже. В любом случае, пожелаем удачи российскому коллективу. Топим за них. Против китайцев не самых серьезных сражаются они. Можно выигрывать, нужно даже выигрывать. Гардер увидел Мага. Маг, кстати, взял себе Шейкера на сложную. Квапа у нас отправится на Мидлейн. Для Ноуана. Сема Зе Слеер будет на Винтерн Виверн. Леон. Это Соло. И Фантом Лансер. Это Паша. Все. Тут, в общем-то, все в порядке. Маг будет отыгрывать на сложные Шейкера. Ну, зарабатывает левел. Это важно. Это важно. Туск в Соло отправился на сложную. Прекрасно об этом знает Сема Зе Слеер. Через Артик Берн. Можно тут и поднапрячь плотнейшим образом Икс Зе, да? Уже недалеко здесь Леон. Вообще Леона 500 лет не видел в пиках. Шейки, затаренный, ну, талисманом. Дали ему пару танго. Ловит сразу двоих. Грубик поднимает всех. Вошел Леон здесь от Икзеда. Лоу, хэпэшный Леон. Леон отправляется в таверну. Плевок от Визажа. И забирают, правда, Лину. Мидера разменяли на обычного саппорта. Ну, это плюс. Это плюс для команды Вега Сквадрон. Сто процентов. Эмбер Спирит только-только подошел у нас к крипам. Ну, в принципе, это первая пачка. Когда было еще ему подходить к крипам? Ну, агрессив показал в первой игре, что если дают ему свободу фармить, то он фармит. И делает это очень плотно. Поэтому давать ему спуск, я думаю, совершенно не стоит команде ЦДЕК. Визаж, опять же, на хелпе. У агрессива Мак пока ничего не боится. Он, правда, Визажа видел. Ну, как-то не печальится. Вообще, Мак ходит, ведет себя агрессивно. Еще и с руки здесь Эмбер Спириту поднадавать пытается. Тотем есть, фиссура есть. В принципе, в соло вряд ли его кто-то заберет. В частности, Эмбер Спирит. Рановатенько еще. Ну, а Визаж не так-то и больно плюется. Мак терпит. Его поставили на сложную терпеть, а он и терпит. Радийündк. Радиент's bottom tower is under attack. Продолжение следует... Ну и трипланы на топ-лейне от команды Вега-Сквадрон. Фармит, в принципе, Паша без проблем здесь. 15 на 6 счет у него. Видим, что отрыв колоссальный от своих оппонентов. За 2 минуты 16 скрипов. За 2 минуты 40 секунд. В общем-то, все очень даже неплохо. ПЛ у нас с Манго. Я вообще такое впервые вижу. Ну, почему бы и нет. Ну и Виверна близко. Даже не подпускает Туск. А Туск только 2-го левела. 3-х крипов убил. Причем чуть ли не случайно. Икзет тут близко не подходит к своим оппонентам. Ну и без фарма, по сути, оставили сложную линию команды ЦДК. Игроки коллектива Вега. Квапа на мидлейне от Ноуана. 10 на 2 против Шики, у которого 11 на 3. У Шики рейндж побольше. Соло поймали. И Соло, скорее всего, второй раз отправится в таверну. Виверна пытается подсейвить его. Сема за Слеер. Соло. Через Колт Эмбрейс. Ну, спасал, спасал. Тут сильно, особенно, и не спасешь на развороте Соло. Подкоп. И неужели выживет? Да, Соло уходит отсюда. Соло отхиливается. В принципе, тут фласочкой. Все нормально. Мана будет. Там, гляди, подкоп. Гляди, и Хекс будет. Ну и уходит отсюда Соло. Пожалуйста, еще и Хилинг Селф не пожалел. Паша, я так понимаю, на своего тиммейта. Теперь у нас фуловый Леон. Ну, куда ты пошел, если ты фуловый? Стакать крипов или что делать? Ну, наверное, почему бы и нет. Все, Соло по-быстрому валить отсюда, чтобы не избили реген Маны. Получилось. Все хорошо. Тут не Паша так No One заберет. Крипов этих у него, в принципе, через Scream of Pain идет раскачка. Поэтому, почему бы и нет. На хосте Queen of Pain. Должен видеть здесь Рубика. И Рубика No One, по идее, заберет. Визаж недалеко. Shadow Strike в спину Рубику. No One будут ли поднимать No One? Да, даже если и будут поднимать, не так критично. Еще один плевок, кстати, от визажа. И No One тут приедет. Лучше валить отсюда визажу. Не визажу, а аквапия. Все, фраг команды Vega Squadron сделала. Забрали одного из саппортов. 300 голды, 130 экспириенса. Понемножку, по чуть-чуть, но заработали. Ну и, кстати, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это жесть. Вот это жесть. Пардон, я тут решал вопросики. Небольшие. А в это время... Такое мясо мы с вами чуть не пропустили. Просто Туско ловят у нас на топ-лейне. Туско здесь могут и допилить. В это время у нас Шики ловят на центральной линии. Туско здесь в итоге доедают. И на мид-лейне. Попа! За Шики. No One лоу-хп-шный. И Соло. Еще и Рубика здесь должен ловить. Рубика тоже лоу-хп-шный. Подкоп есть. Все в таверну. До свидания. Увидимся попозже. 5-2 остановится счет. Команда Vega Squadron повела опять по голде. Повела по экспириенсу. Ну, должны опережать своих оппонентов по идее. По уровню Vega очень хорошо себя чувствует. В принципе, команда сама по себе сильная. Плюс... Плюс еще и дополнительная мораль после второго раунда. После второй игры. Ну, мид-лейн от Лины. 28 на 7 против No One со счетом 22 на 6. Седек на данной позиции, конечно, переиграли своих оппонентов. А вот что касается Керри, то здесь Phantom Lancer. Мало того, что крипов нормальненько так фармит Паша. Во-вторых, еще и фраги на XZ время от времени делает. Ember Spirit от команды Седек похуже. Идет 35 на 17 у агрессива. Но один фраг тоже имеется. Седьмого левела он и... Седьмого левела ПЛ. У Паши по Нетворцу 3300. Здесь 2860 от Ember Spirit. Седьмого левела. Ну, Ember Spirit в итоге. 41 на 19. Против него Паша. 54 на 14. По фарму, конечно, команда Седек проигрывает. Но это в вопросах мейнкерри. Вообще, по общему фарму Вега... Все равно в плюсах 1000 голды и... 350 экспириенса. Радиент. Радиент's top tower is under attack. Радиент structures are fortified. Радиент's top tower is under attack. перемещается на мидлейн у нас маг у шейкера 5 левел пока что даггер понятное дело что рановато иметь аркан бутсы есть зато у мага тиму если что хелпануть немножко можно под смоком команда cd пошел у нас врыв на мид никого здесь собственно не найдет команда cd ну и агрессивно ведет себя эмбер спирит даже удивительно почему через фейсбусы через наверное через флэйм гвард все таки да планируют забирать всех агрессив четвертого левела фейнгвард можно и поджечь кого угодно фейсбусы rope of the magic bottle все есть magic wand стаут шилд цветок портала ну в общем то всего нормально какого-нибудь саппорта заковырять это не проблема лину в это время разбирают на медлейне просто через finger of ds я так понимаю соло забрал этот враг да 21 ли он нет по моему не он далее он все-таки забрал леон забрал нас ли ну на медлейне ну и 6 2 становится счет команды вега сквадрон продолжает давить эти одинокие фраги складываются в большое такое вот общее глобальное преимущество икзет вместе с пелом соло но здесь паша очень удачно попался подбросили пашу еще и лагуна blade от лины шики забирает этот враг что становится 3 6 но здесь многовато подарил конечно на мейнкере команды вега 740 по голде 741 точнее по голде и 742 по экспириенсу ровненько так подарочек капнул кью остался в соло против мага 6 левела шейкер и почти 7 уже визаж есть фамильяры тут в принципе можно и шейкера поднапрячь немножко теми же фамильярами тем же замедлением плевком в общем-то маг может и отъехать поэтому лучше бы здесь поаккуратнее в это время паша перемещается у нас в лес через иллюзии фарм в общем-то безболезненный для него есть уже ринга факт вилла есть drama of endurance bottle quilling blade ну такое всего по мелочи но при этом фантом лансер хороший приличный боец эмбер спирит пожёстче в вопросах левела я так понимаю и по нетворцу тоже нет но нетворцу все-таки лучше у нас фантом лансер восьмой левел у него и девятый левел у эмбер спирита девятый с половиной есть фейсбуц и есть брасер rope of the magic немножко остается до появления барабана пока что эмбер по левел опережает своего оппонента вот по фарму отстаёт на пятьсот на пятьсот по голде ну агрессив готов выйти на пашу увидели же его должны были увидеть лейнгвард пошел от него паша сразу же на хэггэл паши есть тп-шка и через тп пытается уйти у нас паша не отпускают ну и sonic wave от ноуана дальше врыв рубика должны забирать непонятно как быть с эмбер спиритом finger of death агрессив агрессива забрали шики у нас ловит еще и фиссуру и шики должны допилить за такую-то наглость а под ноги себе light strike рей дальше за ним блинки есть у копы есть shadow страхи то забрось ты его все разобрали но он доминейтинг стрик 4 8 становится счет команда в бега забирает а сразу трех игроков рубик только-только прилетел рубик умер в этом файте 3 в 1 если не ошибаюсь подрались счет 4 8 ну хорошо все веге все великолепно 2000 по голде почти тысяча по экспириенсу коллектив вега squadron должен здесь в принципе наращивать свое преимущество солов пошел отдался и вот он fight no one тоже отдался ну классно вас к этому к этому все шло этого так сильно добивалась команда вега squadron 1260 голды подарили 1700 экспириенса тоже подарили ну здесь ошибка не дешевая совершенно еще и товар можно потерять не можно а скорее всего и потерять фамильяры уже готовы были сесть здесь под станчиком против эмбер спирита особо и не подерешься да и фамильяры когда проснулись бы надавали люлей и вега с преимуществом две с половиной даже три тысячи золота скатывается в ноль нормально приехали по экспириенсу немного выигрывали всего лишь 500 но теперь столько же проигрывает то есть как-то даже чуть-чуть странновато все это смотрится пошел подпушит команды цедек по нижнему лайну маг приходит сюда здесь рубик есть заберут у мага что быть важны что забирают забирают фиссуру мага отсюда не отпускает суру не провязал нас рубик оставил до лучших времен товар цедеки забирают что-то все это плохо попахивает да здесь есть в одном лансер это конечно вещь очень полезно и нужное но fit что-то не прекращается и цедек уже по голде выигрывает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Фармить, 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 еще раз фармить Фамильяры находят у нас Пашу, ловят его Неужели будут добивать его? И могут же, и фамильяры полетят, не полетят, непонятно ПЛ лоу хпшный, просто бежать отсюда И бежит уже сюда агрессив Уже готов ловить здесь фантом лансера Доппельгангер провязал Пашу Он знал, естественно, что за ним выбрались Сами по себе фамильяры Там не летали бы Ну и Смог спастись Иначе беда-беда полнейшая была для команды Вега Складрон Квапа прыгает у нас за визажом ЕУ, есть у визажа Как же так не дорассчитали? Я не понял По шадоу страйкам визаж у нас в итоге не остался Мы должны визажа здесь забрать Кьюло хпшный И тоже отваливается он с еще и квапа Но он в таверну И Сема Зе Слеер тоже сейчас отвалится в таверну Офигеть Нормально Под ноги лайтстрайкерой Драгонслейв И минус 2 от команды Цедек по голде Опять они оказались в плюсе Графики поползли в их сторону Что ж за проклятие такое Всех СНГ коллективов Так нормально И так хорошо и уверенно Играть Центральные Мид Геймы Играть Раннюю игру очень круто И потом к лейте просто Рассыпаться Где важные моменты Там обязательно какой-то фит 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 И минус 3 делает команда Цедек Забирает тавер на топе Полились деньги В сторону Китая По голде я думаю где-то до 3 Уже после обновления графиков Будет преимущество Цедек По экспириенсу 1000 Для команды Из Китая 2000 на руках У агрессива 600 голды осталось Всего лишь до появления Баттлфюри Здесь у Фантом Лансера Уже 2 Блэйда Фалакрити Имеются Осталось Пэлу Насобирать себе Еще Дропов Замеджи И там до рецепта Ну Где-то там Чуть меньше 1000 Паши Еще надо Доковырять Даггер Появляется У Леона И Даггер Появляется У Мага Это уже Получше Вега Сквадрон Хорошенько Пробуштили Своих саппортов Теперь тут Врываться Станет поинтереснее Ну что Замес пошел У нас на Мид Лейне Никого Кроме Паши Вега Не потеряли Ну Пашу Очень быстро Здесь распилили Я даже не успел Переключить Ну и толку От этого Даггера Теперь Шейкера Вавай Толку Еще и Сема Зе Слеер Лоу ХПшный Полный Брейс Пошел от него Пайдрус Панч от Экзета Ну и Сема Здесь умирает Все Сема тоже отъехал 12-10 Становится счет Цедак еще и на Мид Лейне Заберут Тавер Прям красота Красота У Шейкера Есть Эхо Слем Есть Даггер Врываться Магу без ПЛ Я думаю Не вариант Да и Винтер Виверн здесь нет Ну жду Игроки команды Вега Сквадрон Своего мейн керри Тавер подсейвить Не получится Тавер забирают Агрессив забирает У нас Тавер И по-моему Там уже Баттл Фьюри Ему летит Должен Все летит Баттл Фьюри Для него Просто шикарный подарок 19 минут 30 секунд Теперь фарм Будет немного иным Для керри команды Цедак У Тузка Есть Даггер Прыгнул Валрус Панч Потом уже кататься Почему бы и нет В принципе Неплохая схема 20 минут сыграно По голде Команда Цедак Впереди на 6 тысяч По экспириенсу На 3 тысячи Впереди команда Цедак Тоже Чувствую По лузорам Веге придется Скакать И отлично Если еще Хотя бы пару матчей Скакать А не один И вылетели Понятно Что для Цедак Точно так же Настолько же важно Сколько для Веги Попасть туда И деньги тоже Немаленькие Крутятся И зацепиться Есть за места Вариант Просто играй Хорошо И Все будет окей Не ошибайся Ну и тем не менее В итоге Вега забирает Т1 внизу На Топ Команда Вега уже полетел Сема Полетел Маг У мага есть Даггер У него есть Эхо слэм Можно прыгнуть И ворваться А можно в принципе Ничего не сделать И вот Сема Вместе собрать бы всех Но они не собираются Команда Цедак Не бегает вместе И закрывает их Зеда Зед здесь еще и через Этот сигил Тут стопит половину команды Сема Зе Слейер Лоу хпшный Холденбрейс Сейчас уже будет Для Семы Потеряли Леона Игроки команды Вега Умирает Также у нас И Виверна Одним плевком Расковыряли Саппорта команды Вега Сквадрон Ну и полетели Игроки команды Цедак Уже на мидлей Ну да Здесь Вега теряется И не очень понимает Что делать Да и я не очень понимаю Что команда Вега Сквадрон По этой ситуации делает Юл на Аквапе Он не спасает Но Ван Пока без Аганима Дэмэджа немного вносит Квапа у нас еще и Не всегда удачно Юзает этот Юл Взять элементарно Шадоустрайк И после этого Подъем в Юл Визажа Который В принципе Оставил его Позволил самостоятельно Ничего при этом не делая За и выйдет Даггер от Квапы Пожалуйста Кто бы мог подумать ПЛ у нас зато Приобретает себе диффуза В принципе есть Вариант Что ПЛ наковыряет Но для этого еще надо Артефакты 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 11 тысяч У Эмбер Спирита Против 7800 От Фантом Ланзера Это то чего не хватало Паше Когда команда Вега Сквадрон Играла первый матч Против ЦД Поймали Гартера Гартер должны забрать Плетает сюда агрессив А хостем пошел От Мага Агрессив Фул ХП А вот Мага проблем Минус 2 Делает команда ЦДек Зато Рубика Забрала команда Вега Еще и Винтерн Виверн Сюда прилетел Отдастся Сума за Слэйр в таверну Хотя бы Квапа И Фантом Ланзер Не отвалились Самые дорогие игроки В составе команды Вега Сквадрон Это в принципе Неплохо Ну и Роха падает Падает без сопротивления От Веги Нет трех саппортов Солой Титрат Соквапа Не настолько выформленная У Ноуана Кстати через 400 голды Появится Агони Здесь есть У Фантом Ланзера 1200 После Диффузора Скоро появится Яша Не критично конечно Не сказать что Это прям переворотные Какие-то артефакты Но все равно Буст Неплохой Кто-то фармит Правда здесь У Шики На линии уже есть БКБшка Вот-вот появилась Поинт Бустер имеется Пошла сборка В Агони У Эмбер Спирита Есть уже криты Есть Баттл Фьюри Ну и А Эго Тоже в подарок Агрессиву Фасы Ой фасы Фасы конечно же Драма Фендеранс В принципе А Эмбер Спирит Непростой совершенно Задачей станет Для команды Вега Сквадро Ну посмотрим Все решат файл Пока что Графики Обо всем Очень красноречиво Говорят 10 тысяч преимущества Сдэк И 9 тысяч экспириенс Тоже для китайского коллектива Вега в роли аутсайдеров Им надо догонять Нован прыгнул в кусты Сигила мы увидели И Нована здесь скорее всего Просто разберут Блинк еще и подарили Рубику Вообще теперь Не надо напрягаться Но здесь очень удачный Врыв от мидера Команда Вега Сквадро Придется Теперь я думаю Веге Где-то Отхватывать полузера Сдэк эту катку Не отпустят И это было бы глупо Китайцы не из тех ребят Которые просто идут Отдают катку Они вряд ли будут Тупить Они вряд ли будут Брать на себя задачу Которую не способны Выполнить То есть нырять Куда-то на ХГ Если не уверены Авантюра Тоже Китаю Несвойственно Минус 3 от команды Сдэк И они по нижнему лайну В принципе Я думаю Что доносят Его Тут сейчас Дефать некому Бэйл В это время Подпушил Под Т2 Но вынужден Сам переходить И стараться Задефать свою линию Иллюзии Фантом Ластера Бежали у нас И просто рассыпались Просто благодаря Элементарному фрису От Эмбер Спирита Нет никаких Иллюзий Пэйл И дальше Агрессив На мидлейн что ли Может и такое Быть В принципе Рубик улетает вниз В общем-то Команда Цедак Задачу Минимум Выполнила Лайн снесла 25-ая минута 26-ая И Команде Вега Сквадрон Придется Дефать Уже без Одной линии У Эмбер Спирита Есть Криты Что-то еще Ему летит Ему уже летит Дайдалус 26-ая минута Дайдалус Есть Баттлфьюри Есть С руки До хрена Бьет Эмбер Спирит Криты Крутые Как там МПЛ МПЛа Есть Бутсов Тревел Паша В общем-то Может сплитить Неплохо Но пока Паша Сплитит В общем-то Стороны У Команда Вега Сквадрон Просто Будут Падать И Это Печально Это Печально Ну что В это время У нас Еще один Фраг На этот раз Загирает Интерквивер Получил У нас МПЛ Викит Стрик Дальше Погоня Ну я думаю Что Сюда Будут Стараться Додавить Поймали Еще И Леона Фантом Ланцер Пытается Подраться И просто Отходит Отсюда Паша Локопешный Агрессив Его Оего Еще Есть Даже Если Его Убьют Ничего Страшного Для Него Нет Через Три Секунды Поднимется Минус Четыре От команды Цедек Встает Фуловый Эмбер Спирит Все Есть Все Скиллы В откате Файтиться Можно Вторая Линия Сейчас Будет Падать Фамильяры Там Тоже Шорох Делают Крыжок На фантом Лансера Ну и Старается Паша Отсюда Уйти Хоть что-то Заивейдить Пашу Ловят Пашу Миллисекунд В принципе Та самая Надпись Жаль Очень жаль Я думал Что век Эсквадрон По венером Пойдет Ну по лузерам Так по лузерам Ничего страшного Следующую игру Будем наблюдать Там Если не ошибаюсь Архоны Упали Одну секундочку Архоны Проиграли МВП Феникс И они падают В нижнюю сетку И Собственно Встречаться им Теперь с командой Вега Сквадрона МВП Феникс Будет драться Против команды Цедек Ну что друзья У нас тут Небольшие технические Вопросы были Я думаю Вы видели Что-то По лагам Мы сейчас все Перезапустим По плану В 23.00 Начало должно быть Этого матча Но я думаю Немножко Задержится Все Далеко не расходите Сейчас будет Перезапуск Всего Полнейший Глобальный Обновляйте Через 5-6 минут И увидимся На нашем стриме Это студия Игрокам ТВ Не забывайте Подписываться Все Следующий матч Команда Вега Сквадрон Против Тим Архон Россия Против американского Состава В общем-то Посмотреть будет На что Еще раз напомню Это первый день Интернешнл А это Битва за Вайлдкар Все До связи 5-6 минут И включимся Субтитры сделал DimaTorzok